Здравствуйте, Олесь. Доброй ночи. Олесь, у меня к вам вопрос. Что такое Украина в историческом понимании? Это очень молодая страна в историческом понимании. Я как-то сказал, что древние украинцы появились 100 лет назад. Если быть точным, то древние украинцы появились 110 лет назад. Что бы там ни говорили по этому поводу фантасты от истории. Но тем не менее, нация возникает, когда возникает идея нации, когда возникают политические проекты. Понятное дело, что какие-то колонисты жили в Америке в 17 веке, когда образовалось первое поселение в Виргинии. Но Соединенные Штаты образовались, есть конкретная дата, 1773 год, если я не ошибаюсь. Началась война за независимость. Так вот, украинская национальная идея началась с того, что такой адвокат харьковский Николай Михновский в 1900 году опубликовал брошюру «Самостейная Украина», где он выдвинул украинскую политическую программу «Единая, неподельная, независимая Украина, Виткарпатия, Ваш Покавказ». Вот до этого, можно сказать, нет политических украинцев и нет политического понятия Украины. Вы написали книгу «Тайна истории Украины России». «Тайна истории Украины России», да. Расскажите нам в двух словах, какие тайны раскрыли вы. Ну, множество тайн. Собственно говоря, вот одно из... Какие приоритеты исторического украинства? Меня интересовали факты, а не мифы. Когда государство переживает период такого романтизма раннего, ему хочется разобраться, что же на самом деле происходит, вот, что есть миф, а что есть точные координаты, куда двигаться дальше. Я понял, что вот те сказки об украинской истории, которые нам преподавали постоянно, там, в школе, в университете, в советские времена, в постсоветские времена, они не соответствуют действительности. Ну, совершенно не соответствуют. Вот как с этим словом «Украина», да. Или, ну, попытки, там, объявить князя Олега, Игоря, там, или Святослава давнеукраинскими князями, как писал, там, Грушевский. Но они не были никогда давнеукраинскими князями. В их времена не существовало слов «украинец», «Украина». Себя они называли русами, русскими князьями. Они могли писаться через два «С», там, через мягкий знак, там, русскими, русскими, даже «роусьскими», да. Ну, и прежде всего, что означало тогда слово «русь», например, там, в 9-м, в 10-м веке, это была варяжская дружина. То есть, это была банда викингов просто. Вообще, это финское слово. То есть, вот, первые русские, да, пришли на Руси с Швецией. Вот до сих пор финны называют Швецию «руотси», а Россию «веная». Например, Российская империя «венаян кесарайнын», кесарство, вот, цесарство, да, «венеды». То есть, они называют славян «венедами». Так вот, первые русские, это были шведы. Первые киевские князья носили непонятные славянами имена. Олег, правда? Рюрик. Рюрик. Кто там у нас еще? Игорь. Ну, что это означает? Вот Святослав, понятно. Вот первый князь, который носит славянское имя, это сын Игоря Святослава. К этому времени варяги ославянились. А до этого, например, Олег, это Хельги, святой. Вот вещи, Олег вещи, это буквальные переводы его скандинавского имени Хельги. Женский вариант Ольга, тоже Хельги. Потому что этот ранний русский князь, он осуществлял еще жрецкие функции, он был еще жрецом. Ну, я написал совершенно честно, что до принятия христианства это была абсолютно дикая банда, которая приносила регулярно человеческие жертвы. То есть в порядке вещей у них было таким образом задабривать богов. Ну, даже Игоря как разорвали. Да, Игоря там разорвали на части. Буквально жестокие люди были, жестокие времена. Там у времена, у нравы. Я писал о том, что Грушевский вообще-то, вот я совершенно убегу в другую эпоху, в 20-й век, он умер как советский академик. Его некролог опубликован в 1934 году в газете «Правда». Умер советский академик, признавший советскую власть. И никогда Грушевский не был, как у нас говорят, первшим президентом Украины. Не был. Это миф. Хотя бы потому, что в Конституции Украины ни в 18-м, ни в 19-м годах не было такой должности президента. Так мы больше Украина или Русь? А мы и то, и другое. Нельзя, вы знаете как, нельзя избавиться от прошлого. Вот что такое Украина? Одни говорят, что украинцы это такие нерусские. Другие говорят, что украинцы это такие русские. Существует две точки зрения на этот вопрос. Я из тех украинцев, которые такие русские. Для меня Украина это часть Руси, часть русского мира, русской культуры. Это факт. Но еще один красноречивый факт. Вообще-то русский язык на территории Украины на 400 лет старше, чем украинский. Вот украинский язык возник примерно на рубеже 16-17 веков. Появляется украинский язык. Если не позже. Нет. Это именно 400 лет назад. Эпохальным событием была Люблинская уния, когда территорию Руси, которую мы нынче называем Северной Украиной, передали из Великого княжества Литовского в Польшу. И вот там, где та часть Руси, которая осталась в Великом княжестве Литовском, там белорусский язык образовался постепенно. А вот это под воздействием польского языка появился украинский язык. Немножко сменим тему. Есть три государства с общими корнями. Историей и верой. Россия, Украина и Белоруссия. Чем Украина отличается от двух вышеуказанных стран? Склонностью к анархии. Другим... Вот Россия это порядок. Россия всегда тяготеет к царю. Украина всегда тяготеет к Гетману. Царь передает власть. А Гетмана избирают. Все-таки Гетману нужно доказать... Вот даже Януковичу нужно было доказать, что он может управлять этой страной. Вот не получилось у Кучмы сразу передать преемнику власть. Вклинился туда Ющенко. Янукович должен был победить. Вот яркий пример. Белоруссия страна больше похожа на Россию в этом отношении. То есть там посмотрим, как будет после Лукашенко. Но тем не менее существует склонность к авторитаризму. В Белоруссии и в России. В Украине существует больше склонность к анархии. Но славяне всегда любят крайности. Вот у нас во всех странах никогда не бывает так, чтобы была какая-то умеренность. Вот славяне все они безмерные. Они очень эмоциональные. Вот тем отличаются от немцев, например, славяне. Вот эмоции у нас зашкаливают у всех. И то в сторону деспотизма, тоталитаризма. То в сторону таких крайних проявлений свободы во всех отношениях. Вот ваша картинка. Как вы представляете казацкую державу? Как можно представить то, чего не существовало? Вот попробуйте представить себе то, чего не существовало. А почему не существовало? Потому что главный признак державы, любой, это суверенитет и независимость. А Богдал Хмельницкий находился сначала в подданстве у польского короля. И до 1654 года все документы подписаны гетман его королевской милости Зиновий Богдан Хмельницкий. А после 1654 года, после решения Земского собора о принятии Украины в подданство. И после присяги, которую принесли московскому царю в Переяславе. Он подписывается гетман его царского величества, войска Запорожского. Скажите, пожалуйста, войско Запорожское это государство или все-таки войско Запорожское? Правда? Наверное. То есть еще нет государства. Сначала это часть Польши, потом это часть России. То есть вот какие атрибуты государственности? Ну подожди, пожалуйста. Ну нет, нет атрибутов, чтобы говорить о государственной. Значит казацкой державы не было, не было. Значит казацкой державы, извините, не было. Потому что более того, Богдан Хмельницкий, вот сейчас все тут упадут в обморок, он ни разу в жизни не назвал себя украинцем. Вот же слова такого не было при Богдане Хмельницком. Опять повторяю. Если кто-то принесет бумажку, где бы оно было написано, или кусок стены, я бы Богдан Хмельницкий расписался. Я Богдан Хмельницкий украинец. Он везде, себя он называл по национальности русином. И был он русским гетманом. Вот, ну вот документы из 17 века. Ну что, я бы и рад был принести что-то другое. Но нет ничего другого. Любой историк или любой писатель, который пишет на исторические темы, понимаете, он не может заставить мушкетеров заниматься карате. Как вы относитесь к переписыванию историй в угоду политикам? Плохо отношусь. Вообще плохо отношусь к переписыванию историй. Я очень много об истории знаю, и поэтому... Мы это уже заметили. Да, и поэтому мне любые переписывания смешные. Потому что истина, она всегда восстанавливается. Спасибо вам за интервью. Это была программа «Пытания». У нас в гостях был Олесь Бузина. До встречи.